Вопрос. Какой риск появления рака, если нет ремиссии при няк уже полтора года? Участок умеренно активный, дистальное поражение прямой кишки. Речь идет о язвенном колите. Это неспецифическое воспалительное заболевание толстой кишки, причина которого, к сожалению, пока неизвестна. Это является аутоиммунным заболеванием, то есть когда собственная иммунная система организма начинает по какой-то неизвестной причине воспринимать выстилку толстой кишки эндотелий как нечто чужеродное. И иммунная система начинает атаковать внутреннюю выстилку эпителий толстой кишки и возникает такая серьезная воспалительная реакция. Одна из форм этого заболевания, язвенный колит, протекает в достаточно сложной форме, когда поражается вся практически толстая кишка. Это называется тотальная форма язвенного колита. Здесь речь идет о такой сегментарной форме, дистальное поражение прямой кишки. Также зависит выраженность заболевания от того, какой отрезок прямой кишки находится в этом постоянном воспалительном процессе. Нет ремиссии уже полтора года. Опять-таки зависит от той терапии, которую получает пациент. Самая базовая терапия – это применение препаратов 5-аминосалициловой кислоты, которые уменьшают воспалительный процесс. Их можно принимать как в виде таких пероральных форм, то есть в виде таблеток, либо в виде каких-то растворов. При некоторых формах заболевания, вот как, например, здесь, если дистальное поражение прямой кишки, можно использовать специальные свечи, либо специальную такую пену, которая вводится в просвет прямой кишки. И эти лекарства, они нейтрализуют воспаление по стенке кишечника и помогают уменьшить проявление язвенного колита. К сожалению, они не воздействуют на причину возникновения язвенного колита, потому что она неизвестна, поэтому вся терапия направлена только на ликвидацию воспаления, то есть проявлений этого заболевания. Вопрос стоит, какой риск появления рака у больных язвенным колитом. Считается, что этот риск повышается с каждым годом того, как пациент болеет этим заболеванием. И связан он с тем, что хронический воспалительный процесс в стенке толстой кишки может ускорить образование мутаций, которые приводят к развитию раковых опухолей. Обычно считается, что стаж заболевания более 10 лет это уже такой не очень хороший прогностический признак и может быть уже одним из оснований, когда человеку предлагают удаление либо части толстой кишки, либо всей толстой кишки, для того, чтобы произвести уже, собственно, профилактику развития рака. То есть если человек болеет язвенным колитом более 10 лет, вероятность развития рака в больной части толстой кишки